Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о том, как высадка деревьев может помочь спасти нашу планету. В последнее время все больше людей задумывается о том, как сохранить окружающую среду и сделать мир более зеленым и здоровым. И одним из самых простых и эффективных способов справиться с этой задачей является высадка деревьев. Но насколько важна эта мера? Сможем ли мы действительно изменить обстановку на Земле, если начнем активно высаживать деревья? Давайте вместе разберемся в этом вопросе и узнаем, какие преимущества может принести нам высадка деревьев. Деревья важны не только для людей, но и для животных окружающей среды. Они являются не просто зеленым украшением улиц и домов, но и отыгрывают незаменимую роль в жизни нашей планеты. Если бы не деревья, то Земля не смогла бы существовать в том виде, в каком мы ее знаем. Так какие же преимущества дают деревья? Давайте рассмотрим подробнее. Деревья задерживают и очищают воду. Задерживание дождевой воды предотвращает такие катастрофические явления, как наводнения и оползни. Представьте себе, что взрослое, вечно зеленое дерево способно задерживать 15 тысяч литров воды в год. Развитая корневая система способствует проникновению влаги в более глубокие горизонты почвы. А тень, создаваемая деревьями, замедляет испарение воды из невысокой растительности, что особо важно в жарких регионах. Также деревья связывают фосфор и азот, которым насыщены осадки. И таким образом в океаны попадает уже отфильтрованная дождевая вода. Деревья очищают воздух. Замечали ли вы, какой в лесах чистый воздух? Дело в том, что деревья поглощают загрязняющие газы – оксиды азота, озона, аммиака и диоксида серы, фильтруют мелкие частицы, как пыль и сажа, а также способствуют нейтрализации запахов. Они словно природный фильтр, очищают загрязненный воздух и взамен насыщают его кислородом. Лес – это убежище для многих живых существ. Да что там лес? Даже одно дерево может быть домом для сотен видов, среди которых мхи, лишайники, грибы, насекомые, присмыкающиеся птицы и млекопитающие. Возраст лесов может достигать нескольких сотен и даже тысяч лет. В зависимости от возраста формируется и среда для обитания разных животных. Кроме того, деревья еще являются источниками пищи для многих видов. Деревья положительно влияют на людей. Исследования показывают, что проживание в непосредственной близости к зеленым зонам и доступ к ним способны улучшать состояние физического и психического здоровья. Например, за счет снижения повышенного кровяного давления и стресса. Также деревья охлаждают города в местах с жарким климатом, а их тень спасает нашу кожу от агрессивного солнца. Но самое главное, что деревья дают нам древесину для строительства, отопления и приготовления пищи, обеспечивают людей рабочими местами, а также дарят нам вкусные и полезные плоды. Мы понимаем, что деревья и жизнь на планете неразрывно связаны. Но что насчет глобального потепления? Деревья и вправду могут спасти Землю. Что ж, давайте сначала посмотрим, как они влияют на климат. Изменение климата – реальная угроза, ведь глобальное потепление происходит с пугающей скоростью. Межправительственная группа экспертов по изменению климата МГЭИК выступила с суровым предупреждением о повышении температуры. Для сохранения экосистем, дикой природы и защиты от стихийных бедствий нам необходимо ограничить потепление максимум до полтора градуса. Температура уже поднялась на один градус. Очевидно, что шагов, которые были предприняты до сих пор, в частности по снижению выбросов СО2, явно недостаточно, поскольку, согласно данным ООН, в среднем температура на нашей планете к концу столетия повысится на 2,7 градуса. Но при чем тут деревья? Самой важной функцией деревьев является их способность поглощать и удерживать в себе углерод. Лес – это естественная губка для улавливания углекислого газа и важнейший элемент в борьбе с усилением парникового эффекта. Леса поглощают углекислый газ из атмосферы и хранят его в различных хранилищах, называемых углеродными бассейнами, которые включают деревья, корневые системы, кустарники, лесную подстилку и почвы. Так здоровые и сильные деревья сдерживают изменение климата. У живых деревьев самая высокая плотность углерода, за ними следуют почвы и лесная подстилка. По оценкам, в настоящее время леса мира поглощают около трети производимых нами выбросов. Мертвые, то есть срубленные деревья, выполняют такую же работу, но при их разложении или сгорании все запасы СО2 выделяются обратно в атмосферу. Следовательно, сокращение площади лесных угодий приводит к повышению выбросов углерода, что в свою очередь приводит к нагреванию планеты и изменению климата. Многие страны развернули широкие кампании по интенсивной лесопосадке в качестве ключевого элемента своей стратегии по борьбе с изменениями климата. Подобные экологические инициативы существуют в мире давно, ведь минимум 300 тысяч растений ежедневно вырубается на производство газет, журналов, книг и даже туалетной бумаги. При этом экология только ухудшается. Самым глобальным усилием восстановить 350 миллионов гектаров обезлесненных и деградированных земель к 2030 году является «Боннский вызов». В рамках этой программы, инициированной Германией и Международным союзом охраны природы, многие страны взяли на себя обязательства по высадке деревьев. Промежуточная цель 2020 года была запущена на мероприятии высокого уровня в немецком городе Бонн в 2011 году и позднее была продлена до 2030 года Нью-Йоркской декларации о лесе на саммите ООН по климату 2014 года. Боннский вызов направлен на решение проблем экономической, водной и продовольственной безопасности, а также проблемы изменения климата. По оценкам МСОП, выполнение целей Боннской задачи принесет около 84 миллиардов долларов в год чистой прибыли, которая может положительно повлиять на возможности получения дохода для сельских сообществ. К настоящему времени Боннский вызов приняли более 70 стран и целый ряд частных организаций по всему миру, взяв на себя громкие обязательства. Что же, заявление очень смелое, посмотрим, что из этого выйдет. Также не можем не упомянуть об еще одной инициативе. Участники саммита G20, который прошел в Риме 30-31 октября 2021 года, огласили план под названием «1 триллион деревьев». Как указано в заключительной декларации саммита, которую подписали ее лидеры, целью инициативы является высадка 1 триллиона деревьев до 2030 года. Текст документа распространил правительственный дворец Киджи. Для достижения этой глобальной цели участники саммита призвали другие страны объединить усилия с G20. В целом мы имеем дело с новым экологическим мейнстримом, вовлекающим в деятельность по восстановлению лесов как многочисленных гражданских активистов, так и правительства многих стран. Лично нас такой энтузиазм только радует. Несмотря на то, каким будет результат, очень хорошо, что мировые лидеры выражают обеспокоенность не только словом, но и делом, и держат курс на восстановление лесов и изменение отношения людей к окружающей среде. Более того, согласно исследовательским данным американских ученых под руководством Томаса Кроутера, в мире есть как минимум 900 миллионов гектаров земли, доступной для посадки новых лесов и восстановления старых. Чтобы вы понимали, масштабы – это больше, чем площадь США. На таком участке земли свободно можно разместить 1 триллион деревьев, которые в течение столетия могут поглотить порядка 206 миллиардов тонн углерода. В социальных сетях и в телевизоре, по радио и в газетах от политиков и экоактивистов мы регулярно слышим и видим призывы к посадке деревьев. Но что бы произошло, если бы каждый человек сажал хотя бы по одному дереву в год? В настоящее время на Земле проживает почти 8 миллиардов человек. Если бы каждый из нас сажал дерево каждый год в течение следующих 20 лет, это означало бы примерно 160 миллиардов новых деревьев. Конечно, при условии, что каждая из них бы выжила. А это, как мы знаем, нереально. Но все же, давайте помечтаем. Один человек за 20 лет посадил 20 деревьев. Дерево средней величины поглощает около 30 килограммов углекислого газа в год. Среднестатистический человек в США производит 14 тысяч тонн СО2 в год. Это бы покрыло всего лишь примерно 5% углекислого газа. И то после того, как деревья вырастут. В Индии же, например, один человек производит 1,9 тонн СО2 в год. То здесь компенсация достигла бы 26%. В ЕС этот показатель стоял бы где-то посередине. Ведь там на одного человека приходится 6 тонн СО2 в год. Как мы видим, до выхода в ноль еще слишком далеко. Посадка деревьев, безусловно, помогает решить проблему изменения климата. Но она не является панацеей. Казалось бы, чего проще – посадить много деревьев и спасти планету. Но на Земле и так уже растет гораздо больше деревьев, чем было 30 лет назад. Однако проблемы они не решают. Да, новые деревья высаживаются. Но из-за увеличения объема производств, запуска новых фабрик и заводов и многих других факторов, выбросы углерода только увеличиваются. Более того, если засадить лесами плодородные земли, человечество потеряет столь необходимые почвы для обеспечения продовольствием 9 миллиардов человек. Если высаживать деревья на менее плодородном грунте, затраты, необходимые для обеспечения их водой и азотными удобрениями, будут просто колоссальными. В любом случае, это может нанести непоправимый вред естественным экосистемам. Идем дальше. Леса поглощают больше солнечной энергии, чем другие растительные ландшафты и усиливают облачность. Грибы, насекомые вредители и частые лесные пожары активно помогают высвобождаться углероду из древесины обратно в атмосферу. Итоги могут быть немного неожиданными. К примеру, те канадские леса, что подлежат регулярному контролю и измерению, выбрасывают сейчас больше СО2, чем поглощают. Также многие думают, что деревья растут сами. Стоит только закопать их в землю. Но жара уничтожает молодые саженцы безжалостно и быстро. Молодому прутику нужно время, чтобы добраться до грунтовых вод, и если за ним никто не будет ухаживать, то он просто засохнет. И это далеко не все минусы. В любом случае, медаль имеет две стороны. Поэтому ученые призывают проявить осмотрительность и не увлекаться безрассудной посадкой новых лесов. Сама по себе эта мера не сможет разрешить все наши климатические проблемы. Деревья – не просто пассивные наблюдатели мира. Они являются активными хранителями, незаметно поглощающими СО2 и вдохновляющими нас на действия. Деревья могут оказать огромное положительное влияние на окружающую среду, но они не являются волшебной палочкой, что остановит изменение климата. Людям нужно делать гораздо больше, чем просто сажать деревья. В первую очередь необходимо быстро сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов. Важно, чтобы все – компании, политики, правительства, взрослые и даже дети – делали все возможное для сокращения токсичных выбросов. При этом нам никто не запрещает восхищаться способностью деревьев бороться с изменением климата. Но давайте работать вместе, чтобы обеспечить их сохранение, поскольку, делая это, мы обеспечиваем более светлое и зеленое будущее для нас всех. А что вы думаете по этому поводу? Сможет ли высадка деревьев спасти Землю? Делитесь своими мыслями в комментариях.